Ну вот, всё. Хорошо, давайте вот ещё Володю Апанкратсу, но не почувствую, как автора. Ещё один стих, Володь, давайте. Ну да, тоже такой. Лишь? Коротенький такой тоже стишок. Мы сидим за столом, мы трезвые, И сценарий свой пишем матом, Мы сидим за чёрным квадратом, В наших репликах столько ж поэзии. Мы наносим татуировки наших слов на пространство комнаты, За окном все деревья согнуты, Мы заменим пейзаж, драпировка. И ещё одна стих. Я хотел спросить, сейчас, У Владимира на одном видео он признался, Что у него были стихи ранние, Которые он посылал в журнал «Юность», Я, кстати, тоже там признался, В журнал «Юность» и ему там сказали, Что мало вечности, А теперь как бы всё нормально, На самом деле вечность была. Или много вечности? Много вечности. Мало примет времени. Вопрос такой, есть стих, Который вы сочинили давным-давно, молодой. Вот что я хочу сказать. Да вы чем-то? Ну хотя бы один. А потом завершите короткую. Ну вот стихотворение, которое было написано в 17 лет, Когда у меня было. Это было в советское время. Ближе микрофон. Да. Там как раз и есть приметы времени, Которого сейчас уже нет. Асфальт – это грязная черта, Ознок заезженных трамваев, Подкрашенный осколок рта, Кусок стекла отогревает, В туманном снимке проявляя Церковный купол без креста, И каменную тень моста, Тень черную, как мысль, Устал. Я 300 лет все это знаю. Сиротство стареньких киосков, Ворон забытых, Крик больной, Домов размытые наброски, Слова бессмысленные и жесткие, Скучны, как дым от папироски, И незачем идти домой. Тоже пессимист был, да? Да, пессимист был. Спасибо. Владимир Банграф, А хотели еще короткое, давайте. Это новое, да? Да, это просто короткое стихотворение. А оно было в 17 лет. Да. Чего в 17 лет все-таки пессимисты? Да, ну так, Потому что в 17 лет. Потом оптимистами становимся. Дело в том, что просто Стихотворение называется «Они рожден». Просто в свое время я написал, То есть к ближайшему 9 мая, То есть 9 мая 11 года, Я написал два стихотворения. Одно было известно, А вот это, которое я прочту, А ну я его никому не читал, Вот вам первого. Никогда нигде его, так сказать, Не публиковал, и так далее, и так далее. Значит, они рождены. Душам доплыть непросто До настоящей реки, Мысли втоптались в версты И ни одной строки. В этих глазах кино кончилось, В пальцах черствых, Крошки со школьных снов. Если б мне было дано, Я бы писал замерз. Спасибо! Владимир Панкрас! Владимир Панкрас! Вот такой поэт. Он мне подарил книжку, Я читал, мне было интересно, На самом деле. Андрей, что скажешь? Ну, далее поэту характеристику В этом журнале, Ваша юность, Много вечности, Действительно бы хотелось, Чтобы метафоры были как-то актуальней, Что ли? И чтобы они были... Но нет следов, которые новые стихи? Вот я тебе скажу, Метафора, Вот предположим, Я клавишей стаю Кормил с руки Это играет человек, да? На пианино. То есть, Клавиши сравнивают со стаей птиц, А игра на пианино сравнивается С кормлением с руки стаи. То есть, Это тройная метафора. Слово всего три, А метафора тройная. А тут слов 50, А метафора не одной. Одновечность. Здесь, да. Но я не только, Владимир, И я в виду, А ваш. Больше метафор, Володь, Действительно, кстати. Что? Больше метафор красиво. Нет, Дело в том, Что тут совершенно неверный подход. Да. Тут локус вот в чем заключается. Дело в том, Что есть метафорические стихии, А есть вообще принцип, У меня их полно-полно. Метафорические? Да, метафорические. Идите сюда метафорические давай. Ну, сейчас. Давай. Ну, быстрее, Володь, Уходи. Так можно взял, На самом деле. Можно, Все можно. У нас еще можно. Нет. Метафорический стих. Пока я вас застрелил. Дело в том, Что просто нам просто ничего сказать, Так сразу перестроить. Дело в том, Что тут я как-то говорил о том, Что каждый пишет в согласии Со своей эстетической верой. Понимаете, в чем дело? Дело в том, Что когда ты хочешь, Так сказать, Выдать нечто, Так сказать, Метафорическое непременно, Это одно. Есть идея, Когда лучше обходиться без метафор. И дело в том, И дело в том, Так сказать, И в этом смысле, Как раз, Когда, Допустим, Есть метафора некая, Или есть некий образ, А потом, То есть, Некая строчка, Такая уж больно, Метафорическая, А продолжение выпадает. Ради чего писать? Вот, например, Мне снилось очень, В полусвете стекол, Друзья и ты, Вы в шутовской губе, И как с небес, Добывший крови сокол, Ну, извините меня, Причем ты здесь, С небес, Добывший крови, Это пастерна. А запоминается, На самом деле, Запоминается, Мне снилось очень, В полусвете стекол. Здесь нет особой, Несопарной, На этой странице. Вообще, Там принцеп другой, Принцеп. На стол, Не могу. Тогда, Старский. Володь, Володь, Поэт говорит совсем не о том, Принцеп-то другой, Принцеп сформулирован не о том, Мне кажется, Поэтик нельзя препарировать. Чтобы словам было тесно, Мыслям просторно, Слов даже шмар, А мыслей, Образов и звука много. Хорошо, Есть ли форические стихи? Дело не в метафорах, Пушкин писал без метафор. Ладно, Мы когда потом найдем Ваши стихи в интернете, Я верю, Что они есть, Потому что я в книжке Это читал. Там было некое Разноплание. Хорошо, У каждого свое. Значит, Господа, Все, Мысли.